Здравствуйте, друзья! Друзья, очередной выпуск программы «Тет-а-тет» и у нас в гостях замечательная, очаровательная, талантливая, очень милая, веселая и искренняя девушка Светлана Махничева. Привет, Света! Ты сама в этом сомневалась, да, в том, что ты так уж и храбрила? И искренне. Да, мне кажется, что ты искренне почему-то. Светлана Махничева, Макулайская телеведущая, стала видома за проектом «Скажите, пожалуйста». Тема Ротио вошла до списка «Найвплывающий женок Макулайевщина». А вот ты знаешь, что думают о тебе твои друзья? А я вас спросила у них. Я попросила... Боже, ты как моя мама. У тебя все контакты моих друзей, и все свои друзья. Я у них спросила, что... попросила, вернее, охарактеризовать тебя в трех словах. Мне интересно уже? Откуда ты знаешь моих друзей? Мне просто интересно. Фейсбук. Там есть такая... А, то есть все, кто в фейсбуке в своих друзьях, кто ты считаешь, что в своих друзьях. Ладно, Яночка, давай, хорошо. Хорошо, смотри. Гармоничность... Габло главное, чтобы ты не опросила. Ну, я... Они попросили, кстати, себя не называть. Все, я поняла. Гармоничность, прямолинейность, хаос. Творчество, импровизация, бесстрашие, непринужденность, харизма, смелость. Света, смотри. Общее есть вот этих трех характеристиках. Прямолинейность, бесстрашие и смелость. Вот смелость, в тебе присутствует такая черта. Ты такая всегда в жизни, вот смелая, прямолинейная, бесстрашная? Или ты играешь какую-то роль? Я не считаю себя смелой. Ну, люди твои друзья, видишь, считают. Ну, это, наверное, часть образа. Ну, скорее всего. Ну, вот я актриса одного образа, бесшабашного. Вот этого неважно, на суржике или нет. Если я начинаю прикалываться, то, в принципе, там есть смелость. Но это не смелость, это больше нагость. Ну, не знаю, я не считаю себя смелой. Ну, как бы, я боюсь, как и все, на самом деле. Просто главное, наверное, как ты борешься. Я вообще, знаешь, когда ты прочитала такую интересную фразу, что храбрость, ну, уже, видишь, перешли в такие более высокие категории, храбрость – это не бесстрашие. Это когда ты чего-то боишься, и ты, ну, борешься с этим. Вот это вот настоящее. Ну, храбрость – это борьба, да, конечно. Ну, хорошо, можно я буду храброй тогда? Окей, не смелая, а храброй. Скажи, пожалуйста. Светланка. Да, Светлана. Леночка, на память 15 секунд все уже знают об этом. Все знают, что есть такая Светланка Махничева. Махничева. О, я не знаю. Все, Махничева, да, я поняла. Светланка Махничева. Но откуда она, откуда она взялась, откуда она ворвалась на… Все к маме, я не знаю. Ворвалась это все к маме. В этот информпространство города Николаева. Как это получилось? Какое пространство? Я никуда не врывалась, Яна. От как это у тебя начался этот проект? А, именно конкретно этот проект? Да, конкретно этот проект. Ну, потому что все тебя хорошо узнали именно благодаря этому проекту. Я выпала в Патрике, здесь Хмельной Патрик, такое заведение. Увидела там, сидели за одним столиком, почти вся редакция «Преступности нет». Дождалась, пока все смоются, и за столиком останется главный редактор и владелец. А ты их знала? Да, я их знала, потому что я давно дружу с Андреем Лохматовым. Еще до того времени, как он работал в «Преступности нет», мы еще по молодости с ним познакомились, посыльный дурной. И подсела к ним и сказала, что я бы хотела… Я, конечно, честно говоря, тут из «Брхана». Я подсела к нему за столик и сказала, хотите, я сделаю ваше издание популярным? А владелец сидит такой, говорит, а, ну, говорит, Света, давай. Но они меня тоже как бы знают, потому что когда-то давно я у них работала фотокорреспондентом на Никлайфе. Ну, сказать, что я вмило фотографирую, не вмило фотографирую, это ничего не сказать, я не знаю вообще, что я туда пошла. Ну, говорю, гроши потребниваю. Тогда тоже сбрыхала, что умею фотографировать. И пришла, сказала, мне готова… А тут этой черты почему-то нет. Не-не-не, я выдумщица страшная. Ну, ладно, я предпочитаю называть это выдумщицей. Ты знаешь, я не жадна, я экономна, а хозяйственна. Ну, как обычно мужчины так говорят. Я не жадна, я экономна. И я ему сказала, у меня такой шикарный проект есть, Андрей Борисович. И я вам сейчас затмлю всех. Он такой, Светочка, давай завтра встретимся с тобой в редакции, поговорим. Ты мне все расскажешь про проект, все обязательно. А це вже ночь, ночь, два часа ночи. Я смутно помню себя. Ну, я пью знатно. Мы вставляем это. Маме привет. И утром я пришла в редакцию, ну, как бы я шла, даже не задумывалась, что я буду говорить. Я была четко уверена, что, ну, я на ходу что-то придумаю. Это как-то у меня по жизни всегда так получается. То есть, у тебя вообще не было никакой идеи? Нет, я четко понимала, что это будет акцент на мне. Я обязательно знала, что это будет акцент на мне смеяться. Это будет юмористическая, понятно, программа. И больше я буду прикалываться над собой, чем над остальными. Ну, то есть, я вообще не люблю людей троллить. И так как часто говорят, что я там троллю, издеваюсь над ними, я вообще не понимаю. Да нет, ну нет. Ну, я вижу это по-другому, видимо. Ну, не издеваюсь я над ними. Ну, крайне редкие бывают моменты. Но я навиновата сценарий, иногда пишу на «я». Ну, мальчики с Кирьяковки. Детки с Кирьяковки, то там нельзя было промолчать. Ну, там нельзя было не придумать в тот момент. Скажи, сценарии вы как? Пишите сценарий, есть импровизация. Что это? Потому что со стороны кажется, что это безумная импровизация. Что вот так включили камеру, пошли и началось... Ой, то ты не придумай, мы тебе признались полчаса назад с Валерой, что это импровизация. Как в фильмах «Кустурица» у меня что-то такое. Ну, вот так вот все, да? Да. Какое-то безумие, веселье и очень интересно. Ну, да, наверное, это сейчас переросло больше в... Как это называется? Лайф-съемка, да, или как? Когда живая съемка, ну да. Типа хоум-видео, только не в том значении, не в том значении, да. Ну, типа, как будто бы два друга ходят и развлекаются. Но я изначально это предлагала. Я очень сильно просила, чтобы меня ни в коем случае вообще никаким образом не приобщали к политике. Только юмор и только что-то какие-то мероприятия, творчество. Ну, потому что, чтобы ты понимала, я в момент, когда Янукович и Азаров славно правили страной, я знала Януковича только потому, что мемы и приколы. Как выглядит Азаров и шо воно такое, я вообще не знала. Исключительно там какие-то, ну, проведение мероприятий в Киеве, написание сценариев, все, все что угодно, только оно никогда не касалось политики. Когда меня послали первый раз носить и гурсовет, это было вообще... Стойте люди. Это для меня... Так они все для меня одинаковые. Они до сих пор для меня все одинаковые. В костюмах и с такими квадратными красивыми стрижками. Вот. А какой вопрос был? Вопрос был, как это все у тебя началось. То есть ты пришла в редакцию с этой идеей. Да. Я начала Андрею Борисовичу, она проведешь. Я начала ему рассказывать там какие-то такие исключительно ощущения, знаешь, такие по поводу съемок. Он такой, так значит, Светочка, еще раз. Давай завтра ты приносишь конкретный сценарный план там типа, ну, первого выпуска. Я там такого написала вообще. Это совершенно другая программа должна была быть. Там бюджет необъятный. Ну, то есть я же про деньги-то не думала. Я себе придумала там и декорации. Ну, в общем, очень много чего. Там была и студия, и в поле съемка. Ну, короче, разные моменты. Ну, потом это все упростилось до 10 минут. Там и 5, и 7 минут было. И исключительно то, что я прихожу и на ходу импровизирую. Это, ну, по итогу это оказался самый идеальный вариант. По сценарию действовать я не могу. Ну, не получается у меня. Если мне кто-то писал бы текст, меня никогда в жизни никто не возьмет ни на один телеканал, потому что только я сама себе должна писать текст. Либо же в паре с человеком, который понимает мой сурш и мои шутки. Так как Валера, например, или Лохматов. Ну, короче, не очень я актер. Мене я свой образ, я сама себе придумала, сама поверила, сама написала. Все. А ты не боишься стать заложницей вот именно вот этого образа только и все? Ой, я уже лет 20 заложена с этого образа. Сколько себя помню в смысле, потому что у меня... Так может, это не образ. Ну, не знаю. У меня, знаешь, как... Когда я говорю на серьезные темы, это исключительно на русском языке. Ну, вот как-то так, без прикола. А когда я пытаюсь, мне кажется, что-то скрыть, наверное, или что-то скрыть, или сказать прямо, чтобы не было обидно, то это суршик. Ну, это какая-то ширма. Это какая-то ширма, которая прикрывает, чтобы что-то скрыть, наверное, мне так кажется. Может быть, даже свой страх, кстати. Ну, у тебя была очень... Ты классная история рассказала, как ты вот это все начала. Ну, это вообще бесстрашие. На самом деле, я до этого очень долго... Нет, я до этого очень долго не работала. Это уже было не бесстрашие, это было... Ну, такое... Это было моральное истощение. Типа, блин, ну, надо что-то делать. А мы как раз в этот момент сидели с друзьями и обсуждали, что типа, Света, все уже в своей тарелке, уже, слава богу, глянь, вона менеджер, цей артист. То и в Киеве там какой-то главный директор. Ну, собрались как-то компания старых друзей. Это в Патрике было в этот же вечер. И они начали меня тюкать. Обычно меня, ну, никто не трогает, потому что, ну, это же Света. Ну, вот всегда проходила... Я могла... Я могла делать все, что угодно. Мне прощались все, ну, друзья. Но когда они видели, что я уже года два, как, ну, ник, ну, вообще такая... Я ничего не делаю и... Ну, такое. Человек же из себя ничего не представляет, если он не развивается и ничего не делает. Он уже становится неинтересным. И начались отормошить? Да. Они такие, Света, короче... Они уже даже начали надо мной зло подшучивать. Понимаешь, в чем прикол? Я такая, хорошо, я сейчас разберусь. Ах, вот оно, как тобой можно управлять? Мне нужен очень... Такой пинок. Очень жесткая, да. Мне кажется, это очень многим людям. И на самом деле мне это не нравится. Так не должно быть. Ну, то есть ты теряешь время на какие-то такие свои оправдания и ждешь, чтобы тебя, типа, кто-то поддержал. Ну, чего? Тебе никто ничего не должен, по большому счету. Ну, то есть, и ты ходишь такой... И тут мне нужен волшебный пинок в каком-то фильме. Нет. Ну, типа, так можно прожить всю жизнь и не дождаться его. А чем ты хотела бы вообще заняться? Ничем. Ну, я не знаю, какую-то роль. Ну, реально, ну, сейчас ты очень крутая, конечно, все тебя знают. Все хорошо. Но тебе не будет скучно. Все тебя знают в Николаеве. Ну, да, да, да. 10 тысяч просмотров. Ну, все равно, это действительно для Николаева это очень большой, это очень хороший показатель. Но что дальше? Ты говорила о том, что нужно развиваться. Ты будешь в этом проекте? И вообще, даже не так. Будешь, не будешь, это уже как жизнь покажет. Что ты думала об этом? Думала о будущем, о каких-то других проектах? Наверное, поначалу, когда был самый запал, и ты где-то перевалила через полгода, может, год был. Скажите, пожалуйста. Не знаю, где-то так и не помню. Когда вот самый такой запал, когда ты еще не в зоне комфорта, у тебя еще не по накатанной идет съемка и монтаж, ну, в плане по накатанной, что у тебя все четко. Ты вот в этот момент знаешь, все, мы отсняли, что есть 10 минут интересных, например. Ну, то есть, и таких нюансов очень много, ты о них уже не задумываешься, у тебя все идет очень гладенько. И вот год был в программе, и это была такая точка, когда уже ничего давно не страшно, но еще нет зоны комфорта. Как раз такой именно творческий подъем. Когда ты в таком запале, но тебе не страшно. То есть, ну, это самый крутой момент, в который нужно обязательно что-то решать, что ты будешь дальше делать. Потому что дальше, когда ты уже входишь в зону комфорта, очень умный, да, дуже разумное и модное выражение зона комфорта, ну, я не знаю, как по-другому сказать, но так и есть. То все, очень сложно что-то порешать. Тебе нужно, опять же, или ждать какого-то пинка от окружающих или от себя. Ну, то есть, тебе уже себя нужно вытягивать. И я тебе смело могу ответить, что сейчас я ничего не хочу. Ну, то есть, мне отлично, ну, как, и даже я не могу сказать, что мне вот так отлично. Я бы хотела либо же совершенно новый проект, либо же этот оживить таким образом, чтобы, ну, вплоть, возможно, до неузнаваемости, только образ, чтобы остался. Ну, потому что в Николаеве я в другом образе, ну, не проканаю, ну, не пройдет оно в любом случае. Но, что касается дальше, многие спрашивают, типа, по поводу Киева. Ну, это обязательно, конечно. Тут у нас, куда же будешь расти Киев? А куда же еще? Ну, то есть, я бы с удовольствием поехала, наверное, во Львов, в Одессу, сомнительно. Ну, может быть, Харьков. То есть, какое-то такое. Или бы же по городам поездила, там, поснимала что-то типа Орел и Решки только по украинским городам. Ну, что-то такое. Но мне нужен обязательно, я думаю, какой-то менеджер. Я совершенно не самоорганизованный человек. Ты сказала, что другой образ не проканает в нашем Николаеве. Почему, как тебе кажется, почему этот образ действительно стал такой популярный в нашем городе? Почему? Сердючка. Почему она стала популярной? Потому что она разговаривала, как ее родители, как ее родственники. Мои родители и родственники общаются точно так же. Если посмотреть, у меня с Сердючкой смежная только Сурж, но немножко отличается диалект, потому что он из Николаевской области, из Сыла Ставка и Алексеевка. Ну, если так уже прямо говорить. Это мои родственники, они разговаривают над Суржей, и он такой. И с самого детства я вот так вот и разговариваю. Покалечила ли ты. А так бы на центральных телеканалах вела бы новость, бы такая серьезная сидела, бы базарила все. А с тобой легко работать? Даже не так. Тебе легко работать с другими людьми в команде? Да, я командный игрок. Ну, я... Я сама не смогла бы. Ну, я вообще очень социальная. Мне нужны люди, люди. Ну, вот это вот я подпитываюсь. А ты в своей команде как кто? Ты вот эта такая энергия, которая идет вперед, а за тобой все подтягиваются? Когда у меня есть цель, я именно такая энергия, и со мной сложно работать. Когда у меня нет цели, вот на данный момент, то я часть этой субстанции, и я не знаю, сзади или впереди, это как-то, это как-то вот таки, это как-то никак. Вот так. Ты вошла в список рейтинг предятельных жительниц Николаевщины. А что за список? В Никлафе, который? Да, да, да. Они через стенку сидят от нас, от нашей монтажки, поэтому этот список можно... Я так и знала, что все куплено и все продают. Не, не куплено ничего, я даже не знала, что я в этот список попала. Ну, как бы, это я так прикалываюсь. Ну, да, да, я понимаю. Я не считаю этот список важным. Но, тем не менее, ты попала туда. Там рядом такие серьезные тетечки. Не, ну да, я думаю, что даже если бы Николаев не находился за стенку от нас, то в любом случае они бы знали о моем существовании. Ну, в Николаеве, если бы были, да? Ну, это я себя так успокаиваю. Значит, я попала бы в любом случае в этот список. Ну, то есть тут, короче, ситуация... Тут вопрос состоит только в том, что как я попала в этот список. А уже дальше голосование все честно. Ну, это сто процентов. Для тебя это что-то значит мне? Вообще абсолютно ничего. Для меня это значит только то, что меня родственники больше начали доставать. Ой, Светочка, ты же попала в список. Это я недавно всего ездила к своей бабушке. Это самый первый вопрос, который обговаривался. Потом он забылся, пока все понемножку напевались. Боже, гробки, праздник, все, понимаешь? Я извиняюсь, но оно так всегда в это и превращается. А в конце уже, когда все понапевались, значит, там две были истории. Как мама помнила, как я народилась. Хотя мамы не было, чтобы вы понимали, за столом, как, значит, Светочка народилась. Это такая мала, как палка колбасы. Все, все дела. И второй, это братья, братья обязательно. Это наша гордость, это наша гордость. Она попала в топ-13. Ну, в общем, да. Нет, я 13-я была в топ, что-то там. Да, она 13-я тоже запомнила. Это мой номер вообще, он меня преследует всю жизнь. В общем, короче, да. А как ты подбираешь свои наряды? Вот эти шапочки. Я не подбираю. Вот эти шапочки, которые в последнее время, это мне просто очень сильно повезло. Я подружилась. Я подружилась с владелицей магазина одежды «Мармелад», которая меня одевает, Лена. Я с ней подружилась. Кстати, до этого я дружила только с девочками из «Трэндона». После этого все магазины, которые я меняла, это было исключительно деловые отношения. Я по себе поняла, что все получается только, когда есть что-то личное. Ну, когда человек тебя понимает. Когда ты чисто на бумажках по-деловому, мне надо вот такой стиль, такой образ, там все дела. Никто никогда в жизни вообще не поймет, что тебе надо. А когда ты красиво на сурже иногда с добавлением гострого словца расскажешь, что тебе надо вот такая шапка прип***шенная, то она такая у тебя... То она такая реальная и получается. Да, она такая реальная у тебя получается. Но Лене даже объяснять не стоит. Как-то вот я его так вот говорю, ну, как, знаешь, как вот кино глухонемое. И она все так хорошо понимает. И вот это последние пять шапок, да, только? До этого же не было ничего. А до этого девочка молоденькая мне какая-то делала. Я даже ее не знаю и лично видела один раз. Как получается, я ничего не придумываю. Я просто говорю, что мне надо, чтобы оно было дурное. Особенно, когда я двигаюсь, чтобы я выглядела... Для многих подходит объяснение, как Альф. Вот оно идет, и оно такое несуразное. Поняла? Ну, я поняла, что это залог успеха, когда ты говоришь, ну, там объясняешь, что оно должно или развиваться, или по-дурному как-то падать. Ну, не понимать по-русски. А вот когда объясняешь человеку, что как Альф, ну, например, или как Чуча тоже непонятно, как курица мокрая, знаешь, это тоже... Ну, такое, оно же смешное должно быть. Ну, Алена и так понимает, потому что мы с ней часто общаемся, и она видит мои вот эти ужинки, какие-то штуки, и она... Тебе везет на вот таких людей, которые тебя понимают? Да, мне вообще на людей везет. А мне кажется, может быть, потому что я очень наивная, ну, типа, я очень всем верю. И даже человек, который меня хочет обмануть, было пару таких историй, когда я четко... Я потом уже понимаю, что человек меня просто хотел обмануть. Ну, то есть он хотел меня использовать в своих целях, а из-за того, что я... Поняла? Ему просто... Ну, он... Мы даже с одним подружились с таким человеком. До сих пор мой друг, он в Киеве. И была ситуация, когда он просто, ну... Ну, издевался, шутил надо мной. Ну, и... Ну, был момент, когда, да, это было использовано в своих целях, что касается работы. В общем, не очень хорошая штука, должна была бы выйти. А я иногда действительно не понимаю, а когда вхожу в курс дела, я делаю вид, что я вообще... Ну, вообще... Ну, я не понимаю, что происходит. Понимаете? Такая дурная. Ага-га. Ну, и тогда получается, что... Ну, никто же тебя не обманет. Ну, ты прямо вот явный лох. Вот такой, что... Ну, вообще, ну, я говорю, ну, это просто позорно такого человека. Видеть, понимаешь? Ну, то есть... Ну, мне кажется, что так происходит. Да, это всегда очень классно канает. Это подкупает, да, дурочку из себя? Да, да. Я не умею готовить, есть. Вообще. Да? Да, я не знаю. Да, значит, никто из мужчин не смотрит. Не, я уже, меня уже прокупили, поэтому... А кем ты в детстве хотела стать? Это было что-то сумасшедшее? А я рисовала. Я была... В школе была очень серьезная девочка. Да? Угу. Я ходила в художку. Я носила очень странные юбки. Какие-то такие старческие поколения. У меня были такие, как сейчас, без укладки, прилизанные волосы, так ровно постриженные. Короче, была какая-то очень забитая. Ну, вне школы... Это что-то было дело, наверное, в школе, в обществе, мне кажется. Я вообще, кстати, толком не помню себя до 14 лет. Вот так вот, ну, какими-то вспышками только. А вне школы, да, я была такая же, как и сейчас. Но в школе я там постоянно в выставках каких-то художественных участвовала. Я художественную детскую школу нашу, закончила. Я прям мечтала быть художником, все дела. Я сейчас вообще не умею рисовать. Не помню даже, как карандаш прям не держать. Ну, уже много лет прошло. 32, слава богу, Юля. У тебя было много друзей в школе? Ну, вот в детстве. Это разные вещи. В детстве, да. А, нет, 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 нет. Прям друзей-друзей. Ну, какая-то араватопа. Я имею в виду, да, вот такой вот тусняк, какая-то большая колпашка. Это появилось в университете. В школе у меня была подружка, только моя двоюродная сестра. А потом появилась девочка еще в 10 классе, Юля. Ну, мы с ней до сих пор общаемся. Ну, потому что это удивительно. Ну, с сестрой, как бы с родственником, понятно, ты в любом случае будешь общаться. Ну, даже не в этом дело. Ну, вот у меня с сестрой какой-то, какая-то вообще очень странная связь. Ну, мы друг друга чувствуем, хотя мы не, ну, можем там два года не видеться. Потому что она за границей. Ну, это очень удивительно. Это то, во что я не верю, но я это чувствую. Ну, вот когда, допустим, мне снится сон шею плохо. Ну, это какие-то странные вроде бы как бабские штучки, но нет. Ну, типа, оказывается, что у нее происходит какая-то очень ситуация, похожая на те ощущения, которые у меня с ней происходили. Нет, нет, не было никакой толпы, ничего. А если в селе у бабушки, потому что, ну, понятно, что там основную массу времени, поговоришь, ясно, где я проводила детство. Там с мальчиками в основном. Ну, какие-то драки, войнушки, там, песок какие-то, что-то, что-то вот такое, я помню. Ты тоже дралась? Я? Нет. Как-то так получалось, что я всегда из себя дурочку клеила, понимаешь? Вот всегда. Ну, за меня всегда защищались. Ну, вот как-то так. Я была с мальчиками, но я никогда не была мальчуганом. Ну, такое. Но детство – это не самое интересное, что было в моей жизни. Мне кажется, сейчас вот самое… Вот самое интересное? Да мне каждый раз так кажется. Я вот живу, мне кажется, что сейчас самое интересное. Я, допустим, когда в Киеве еще работала в гей-клубе, и я тогда думала, боже, это самое интересное, что со мной происходит. Ты работала в Киеве в гей-клубе. Да. Я пошла подумала, что я слышалась. Ты готовилась к моему интервью, если я все равно не знаешь. Я даже в выпусках проговаривала это пару раз. Наверное, я не все выпуски смотрела. Да, я работала в гей-клубе, моя мама об этом узнала только, когда я уволилась. Она тогда гладила простынь, ну, поэтому она ее чуть не пропалила, потому что у тюг старый, знаешь, советский еще. Там она вот так гладила, вот так я сказала. Боже, дочь, а это вот эти голубые, что мальчик с мальчиком, да? Я говорю, да, мама. Я говорю, там и девочки были. Ой, Господи, сохрани. Вот это все, у нее обморок сразу. А у тебя какая семья? Консервативная? 50-50. Да? У меня мама консерватор жуткий была до того момента, когда я ей устроила подростковый возраст от 14 до 25 лет. Ну, это у меня подростковый возраст был. Ну, до сих пор, наверное, в чем-то проявляется. До 28 лет. Ну, и я ее как-то, мне кажется, что я ее воспитала. Это такое даже иногда проговаривает слух, ну, что я ее воспитала. Ну, потому что она очень консервативная. А папы я его до сих пор не могу понять, честно говоря. Ну, чувство юмора у меня однозначно от него. И умение испортить вечер семейный, там, в три счета, знаешь. Когда всем весело, всем хорошо, ты понимаешь, что фокус внимания не на тебе, ты обязательно что-то ляпнешь, и все такие и вечер закончился. Ну, на то, чтобы мне поначалу как-то было стыдно, а сейчас все привыкли, и нормально. Какое твое самое любимое ощущение? Слушай, ну, не может быть такого, мне кажется. Ну, вот такое вот, что тебе вот хорошо. Вот когда это или драйв, когда ты в работе чувствуешь кайф, или просто спокойно, там, читаешь книгу, или что? Что для тебя, какая вот из этих стихий? Чувство наполнения, когда нету пустоты. Ну, самое нелюбимое, скажем, давай так, самое нелюбимое, это когда есть какая-то пустота, которую нечем заполнить. Я не буду тебе расшифровывать это, вот я просто тебе говорю, как я это чувствую. Ну, там, допустим, либо же тебе нечем заняться, либо же у тебя куча всего, но внутри все равно пустота. Я не знаю, когда это происходит. Просто ощущение пустоты мне не нравится, соответственно. Но мне, скорее всего, нравится ощущение, ну, заполненности какой-то. Понимаешь, когда ты четко понимаешь, что у тебя все, все, хотела сказать, под контролем, хотя это вообще не про меня. Контрольный ты не моем. Не, не моя фишка вообще. А какие события из твоей жизни, может быть, из детства, которые на тебя повлияли? Это всегда встречи какие-то с какими-то людьми. И самое интересное, что, ну, эти все моменты, когда мне так кажется, от меня не зависели почему-то. Хотя это тоже очень сомнительная штука. Это всегда встреча. Это, если на пальцах пересчитать, это вообще несколько людей. Я очень часто из-за кого-то или ради кого-то что-то делаю. Очень такое глобальное, вплоть до переездов каких-то куда-то или вплоть до смены работы, обстановки, компании. Ну, кардинально так никогда не было. Ну, что-то мне кажется, что ради кого-то. Я такая чистая жертвенная женщина, знаешь. Ну, или преданный друг. Вот есть у меня подружка. Мне кажется, что она очень сильно повлияла на перемены в моей жизни. Все-таки ты очень искренняя. Это так прекрасно встречаться с такими людьми. Янка сейчас расплывала. Нет, это совершенно... Ну, как бы я так думаю. У меня стесняют такие штуки очень. В любом случае у каждого человека есть образ. А у меня он какой-то очень иногда кардинально отличающийся от того, ну, какой я могу быть в комфортной мне ситуации, скажем так. Или с комфортными мне людьми больше вот так, наверное. Боже, красивая пафосная, страшные дела. Спасибо. Осталось и пару статусов с контакта. Мы допишем. У нас же современная техника. Я тебе желаю побольше хороших людей, хороших встреч, и чтоб чувствовать... Может, ты как со мной прям прощаешься, знаешь, на века. Нет, нет, я надеюсь, что я не прощаюсь. Мы еще когда-нибудь увидимся, будь я буду переходить. Тебе дорогу. А я возьму у тебя интервью. Янка, попадаешь в программу? Спасибо большое тебе. До новых встреч. Спасибо, пока. А мы, как всегда, благодарим за уют и гостеприимство кафе САТЭ. Субтитры сделал DimaTorzok